30-летие Министерства иностранных дел Поступательное движение в признании статуса суверенитета республики Сложная и ответственная миссия Фото-выставка, которая отразила лишь часть ярких, важных для Абхазии политических событий Включила в себя и ключевой документ Постановление Президиума Верховного Совета о создании МИД Подписаны первым президентом Абхазии Владиславом Арденба А создавалось ведомство в самых сложных военных условиях Было крайне важно донести коллегам правду о войне на своем В дипломатическом языке Президент Аслан Бжани, обращаясь к участникам празднования 30-летия Со дня образования Министерства иностранных дел Отметил, насколько важна работа внешнеполитического ведомства В развитии республики В условиях изоляции экономической и политической блокады Постоянной угрозы новой войны со стороны Грузии МИД Республики Абхазия Осуществлял непростую внешнеполитическую деятельность Министерство иностранных дел Абхазии имело достойных руководителей На протяжении трех десятилетий МИД успешно справляется со своей главной задачей Защитой внешних политических интересов республики Абхазия В частности, МИД Абхазии внес существенный вклад В развитие дружественных российско-абхазских отношений В 2008 году произошло важное событие в истории нашей страны В признании независимости республики Абхазия Российской Федерации и рядом других государств Министерство вносит весомый вклад в дело укрепления внешнеполитических позиций Абхазии На международной арене Обеспечение ее подобающего места в региональном и международном контексте Президент пожелал сотрудника Министерства иностранных дел Новых высот и успехов в дипломатическом поприще Первым министром, возглавившим министерство, был Саид Таркил Затем Сократ Джинджолия В разные годы ведомства возглавляли Леонид Лакирбая, Константин Озган, Игорь Ахба, Сергей Шамба, Максим Гвинджиев, Вячеслав Чирикба, Даурковы С 2021 года министерство возглавляет Инал Ардзенба Хотел бы высказать слова благодарности ветеранам дипломатической службы Они здесь сегодня присутствуют, давайте им тоже поаплодируем, пожалуйста Опираясь на накопленный 30-летним опыт, мы стараемся выдерживать эту планку И защищать максимально эффективно национальные интересы Республики Абхазия Особое значение в нашей работе занимает, безусловно, укрепление союзнических отношений с Российской Федерацией В прошлом году было подписано соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства Происходит интенсификация диалога по всем актуальным аспектам межгосударственного взаимодействия Идет очень активная работа с российскими коллегами и в том числе с новыми субъектами Российской Федерации Республика Абхазия полностью поддерживает цели и задачи специальной военной операции Кроме того, важное направление нашей деятельности – это расширение наших международных контактов На постсоветском пространстве, в Ближнем Востоке, в странах Африки, Латинской Америки 30-летие со дня основания Министерства иностранных дел отметили в кругу друзей А это представители Российской Федерации и Республик Южная Осетия, Никарагуа, Венесуэла, Белоруссия, Турция и Приднестровско-Молдавская республика Инал Ардзенба еще раз приветствовал делегатов и отметил, что укрепление союзнических отношений – одна из главных задач ведомства Подобно стали закалялась абхазская дипломатия, сказал секретарь Совета Безопасности Республики, экс-министр иностранных дел Сергей Шамба Именно ему посчастливилось впервые в истории современной Абхазии подписать соглашение об установлении дипломатических связей с Российской Федерацией Дипломатия абхазская формировалась в непростых условиях, в сложной борьбе, в противостоянии таким серьезным игрокам на мировой политической арене Такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны И вот как закаляется сталь, так и формировалась наша абхазская дипломатия в этой непростой борьбе Мы, собственно говоря, учились у таких замечательных, великих дипломатических школ, которые я перечислил Кроме тех стран, о которых я говорил, здесь в Абхазии в этот период большую определенную работу проводили глобальные международные гуманитарные организации Представители, дипломаты, послы разных стран участвовали в процессе урегулирования грузино-абхазского конфликта Я счастлив тем, что мне довелось первым подписывать соглашение об установлении дипломатических отношений с Российской Федерацией Абхазская дипломатия даже в кругах вот этих международных дипломатов, которые участвовали в этом процессе, имела свое даже лицо Как они говорили, абхазские дипломаты улыбаются, но ничего не уступают Поэтому я хотел бы, чтобы вы улыбались, но никогда не уступали наших коренных интересов Спасибо О роли создания благоприятных внешних условий для мирного внутреннего развития в своей поздравительной речи сказала судья Конституционного суда Людмила Ходжашвили Она отметила, что признание независимости суверенитета Абхазии дало новый толчок в развитии структуры ведомства Открытие посольства в Сирии, Венесуэле, Южной Осетии, Приднестровье, а также представительств Республики Абхазии в ряде субъектов Российской Федерации В том числе в Ростовской, Нижегородской областях, в таких государствах Турция, Греция, Германия, Австрия, Великобритания, Болгария и балаканских странах Все это однозначно способствует продвижению Абхазии на международной арене и позволяет нашей республике участвовать в системе международных отношений на равных с таким государством, как Россия Родину следует защищать не только военным, но и дипломатическим путем, отметил в своем выступлении министр обороны Республики Владимир Ануа Ваша деятельность вселяет уверенность, что в Министерстве иностранных дел Абхазии дипломатические и консульские представительства будут делать все возможное для повышения авторитета Абхазии в мире В этот торжественный день желаю всем сотрудникам ветеранного министерства, а также тем, кто работает в представительствах МИДа Республики Абхазия крепкого здоровья, благополучия и успехов в огородном деле служения Отечества Приказом министра обороны в честь 30-й годовщины со дня образования министерства медалью генерал-лейтенанта Хасана Харазя награжден министр Иннала Ардзенба и его заместители Одиссея Бегвава и Ирак Летужба С поздравительной речью выступил глава Министерства иностранных дел Никарагуа Денис Роналду Манкада Калиндрес На протяжении 30 лет дипломата Министерства иностранных дел Абхазии играет очень важную роль в развитии и укреплении современного архивного государства Играет стандартную роль в укреплении независимости нашей братской страны и ее позиции на нужной лотой арене В результате различных визитов делегации нашей страны для надежды в различных сферах и областях между Абхазией и Никарагом Министр иностранных дел Южной Осетии Оксар Джоев также поздравил с растилетием со дня основания МИД Абхазии Отметив при этом высокий уровень дипломатических отношений между братскими республиками История дипломатической службы Абхазии, неразрывно связанная с остановлением ее государственности, по праву ознаменована высокими достижениями и мирными победами Честь назваться абхазским дипломатом означает беззаветное служение Родине, компетентность и высокий профессионализм На протяжении трех десятков лет МИД Абхазии достойно представляет интересы государства Вносит неоценимый вклад в дело сохранения мира в регионе и дальнейшее укрепление независимости республики Твердо убежден, что Абхазское внешнеполитическое ведомство и впредь будет всемирно способствовать реализации важнейших задач Нацеленных на обеспечение внешних мирных условий развития Абхазии и дальнейшее расширение процесса признания ее независимости Пользуясь возможностью, хотел бы особо подчеркнуть огромный вклад МИД Абхазии Дело всесторонного развития и укрепления взаимоотношений между нашими государствами Уверен, что богатые исторические традиции и древнейшая культура народов Абхазии и Южной Осетии Позволят еще больше катализировать процесс двустороннего взаимодействия С трестилетием со дня образования МИД Абхазии поздравил министр иностранных дел России Сергей Лавров Поздравительную телеграмму огласил заместитель директора 4-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Синегубов Уважаемый Инал Батович, поздравляю вас и весь коллектив МИД Абхазии с 30-летием образования министерства Под вашим руководством внешнеполитическое ведомство успешно осуществляет деятельность По укреплению позиций государства на международной арене Отмечаю высокий уровень квалификации абхазских дипломатов Интенсивный и доверительный характер взаимодействия между нашими министерствами Убежден в дальнейшем укреплении союзнических двусторонних отношений во имя дружбы и процветания народов России и Абхазии Поддержание прочного мира и надежной безопасности в регионе Алексей Синегубов в свою очередь добавил, что у российского депведомства с абхазскими коллегами Сложились тесные доверительные отношения, что положительно влияет на оперативные решения каждодневных вопросов С 30-летием со дня образования внешнеполитического ведомства коллег поздравила официальный представитель МИД России Мария Захарова Не будет преувеличением назвать наши страны геополитическими единомышленниками На протяжении многих лет Абхазия выступает за более справедливое мироустройство и последовательно проводит эту линию на практике Показательной стала гуманитарная помощь Сухума Донбассу и другим территориям, освобожденным от киевских неонацистов За годы своей деятельности Абхазское внешнеполитическое ведомство прошло достойный путь профессионального становления МИД Абхазии был основан в драматичный период истории страны А абхазским дипломатам буквально с колес пришлось решать многочисленные и разноплановые задачи, связанные с международной правосубъектностью своего отечества Сегодня Министерство иностранных дел Абхазии вносит весомый вклад в защиту внешнеполитических позиций своей страны Особо отмечаем заметную роль, которую абхазская дипломатия играет в продвижении позитивной повестки И укреплении созидательных процессов на Кавказе между исторически близкими и братскими кавказскими народами Установление дипломатических отношений России и Абхазии в 2008 году стало лишь одним из этапов многовековых связей между нашими народами Однако, безусловно, существенно укрепило абхазский суверенитет Посол Венесуэлы в России и Абхазии Хесус Рафаэль Саласар Веласки в своей поздравительной речи отметил, что признание имя суверенитета Абхазии в 2009 году не подвергается сомнению Поскольку данное решение было основано на воле изъявления абхазского народа Он отметил, что Венесуэла всецело поддерживает курс развития дипломатического взаимоотношения Венесуэлла Венесуэлла поддерживает наследие командан Дуба Чарльза Фрис Его бои и ликитатива за раму на параме Которое будет более справедливым и более равнодоразным Мир в котором уважается самоопределение народа И уважается... Важнейшей составной частью двустороннего взаимодействия между Абхазией и Российской Федерацией Можно смело назвать работу внешнеполитических ведомств Считает чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин Отдельно отмечаем наше сотрудничество в формате международных женевских дискуссий По безопасности и стабильности в Закавказье Сегодня Министерство иностранных дел Абхазии Это шагающее в ногу со временем ведомство С молодым профессионально подготовленным кадровым составом За 30 лет вами накоплен уникальный опыт На треке многосторонней дипломатии Преодоление негативных последствий искусственной изоляции Принципиального отстаивания национальных интересов Хотел бы заверить, что со стороны российского посольства здесь Мы всегда готовы, как и ранее, оказывать нашим абхазским коллегам Все необходимое содействие От имени руководства и Министерства иностранных дел Приднестровской и Молдавской республики С поздравительной речью выступил официальный представитель этой республики в Абхазии Гарри Купалба Высоко ценю уровень взаимоотношений между Приднестровьями Абхазии Узы дружбы, связывающие народы наших стран Составляет прочный фундамент партнерства Уверенность сотрудничества между Приднестровской и Молдавской республикой Республикой Абхазии будет поступательно развиваться в будущем В этот знаменательный день желаю вам Всем абхазским дипломатам мира, добра, благополучия Медалью, утвержденной в честь юбилейной даты со дня образования внешнеполитического ведомства Награждены экс-министры ведомства А сотрудникам вручили почетные грамоты Субтитры создавал DimaTorzok